официальные представители сша и франции да и армении в унисон заявляют о том что статус карабаха должен быть решен в рамках минская группы обсе напротив в баку же считают что ни о каком статусе и речи быть не может более того для азербайджана минская группа обсе полностью девальвировалась как структура с другой стороны на сегодня отношения баку и москвы тоже складываются не очень и гладко о том что происходит на дипломатической арене рассказал в интервью зеркало а с российский политолог олег кузнецов сша франция армения открыто заявляют о том что карабахский вопрос будет решаться при содействии минской группы обсе хотя в реальности уже сформирован новый трехсторонний формат в лице армении россии и азербайджана как в россии относятся к формату минской группы обсе на этот вопрос некоторое время назад вполне однозначно ответил пресс-секретарь российского президента дмитрий песков дату его заявления на этот счет я уже не припомню за точность цитаты не ручаюсь все это при необходимости можно легко найти в интернете но суть его слов по уже обозначенной выше причине сводилось к следующему россия будет приветствовать любую активность минской группы обсе направленную на исполнение московского трехстороннего соглашения о прекращении огня и всех военных действий в регионе нагорного карабаха от 10 ноября 2020 года что-либо добавить или убавить в отношении этой официальной позиции я не могу если подходить к заявлениям представителей сша франции и армении не предвзято то они по большому счету пока никак не противоречат духу и букве соглашения от 10 ноября до минская группа обсе как некий коллегиальный международный политический орган не высказала своего консолидированного мнения насчет данного соглашения но это и не означает того что она на корню отрицает этот документ позволю себе напомнить вашим читателям что россия азербайджан и армения являются членами минской группы обсе и поэтому соглашение от 10 ноября прошлого года вполне может рассматриваться как внутренний документ этой структуры а если вспомнить что турция и беларусь являются официальными союзниками азербайджана и армении и также входят в состав постоянных членов минской группы обсе поддерживая всецело московское соглашение по карабаху то у его сторонников вообще имеется численное большинство или как минимум паритет с остальными участниками данной структуры поэтому я не вижу особого противоречия между минской группой и соглашением от 10 ноября 2020 года не говоря уже об их противопоставлении друг другу соглашение от 10 ноября худо-бедно но реализуется конечно не с той интенсивностью с какой хотелось бы лично мне да и многим другим людям и это происходит до юре и до факта без участия минской группы обсе точнее двух ее сопредседателей в лице сша и франции их подключение к процессу реализации московского соглашения может или интенсифицировать его исполнение или отчасти затормозить но остановить уже не в состоянии я думаю что в вашингтоне и париже эту ситуацию также прекрасно понимают поэтому не совершают ни одного практического действия которое шло бы в разрез с московским соглашением от 10 ноября 2020 года в последнее время между азербайджаном и россии наблюдается напряженность что является главной причиной этого обострения и смогут ли страны вернуться в положительное русло лично я такой напряженности по крайней мере на официальном уровне не наблюдаю одна нота протеста мид азербайджана не является свидетельством ухудшения отношений а тем более возникновение напряженности последние две недели я вижу всплеск нервозности у политически ангажированной части азербайджанской благосферы в социальных сетях а также публикации с критикой действий россии всего в нескольких масс медиа вашей страны что можно воспринимать как рост напряженности в самосознании определенной части азербайджанского общества но никак не на дипломатическом уровне порой мне кажется что значительная часть азербайджанской общественности вела себя в состоянии экзальтации что я объясняю для себя влиянием религиозного праздника ашуры когда энергия религиозного начала получает свою сублимацию в политической пропаганде но это не имеет никакого отношения к намерениям или действиям российской стороны скажу откровенно и резко но чтобы не было никаких обид на мои слова в россии 17 19 сентября состоялись парламентские и губернаторские выборы властям спецслужбам политикам и большинству журналистов более месяца было не до азербайджана с арменией и не до карабаха все действия в этом направлении если таковые совершались были обусловлены внутри политической конъюнктурой они резонами или аспектами внешней политики я прекрасно понимаю что значительная часть азербайджанской равно как и армянской интеллигенции подвержена чувству этноцентризма или стремлению быть в центре внимания но у кремля в последние месяцы было много своих внутренних проблем и у него не было ни сил ни времени ни ресурсов чтобы целенаправленно улучшать или ухудшать отношения с азербайджаном но если азербайджанская общественность нафантазировала себе новые мифы и фантомы то это согласитесь проблема не москвы или баку а персонально только тех кто эти мифы и фантомы создал и сам в них поверил